Следующий вопрос. Если человек, находящийся в храме, вынужден кушать, то есть умирает с голода, и для того, чтобы утолить свой голод, от которого он уже почти что умирает, он что пошел делать? Он пошел охотиться. В этом случае он должен принести искупительное действие за убийство этого животного или нет. Сказал Ибн Кудама, что в своей книге Аль-Мухни, как думаете сами, правильно мне никакое будет дать здесь? Можно, можно, но искупительное действие совершает или нет? Искупительное действие за убийство этого животного будет совершать или нет? Нет, не будет в этом случае. Почему? Потому что, опять-таки, он убил это животное с разрешения шариата. Шариат разрешает человеку, умирающему с голода, убить животное на охоте. Понятно ли мне? Даже если он в храме. Почему? Потому что если он его не убьет, он умрет с голода. Подобно прошлому вопросу. Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, Во-первых, мы не знаем никакого разногласия, что это ему разрешается. Это во-первых. Говорит, потому что Всевышний сказал, Не бросайте себя своими собственными руками в опасность. Оставление еды, тогда, когда человек умирает с голода, при том, что он покушать способен, является чем? Бросанием себя своими собственными руками в опасность. Говорит, а это Всевышний запретил. Соответственно, он должен идти охотиться и убить животное, чтобы поесть из него. Смотри, Ибн Кудама говорит, но если он его убьет, должен совершить искупительное действие. Мы с этим согласны или нет? С этим не согласны. Говорит, салаун ваджеда гайрау ау лам яджид. Без разницы, имел ли он какое-то другое животное, то есть возможность, допустим, пойти курицу купить или что-то другое, или не имел такой возможности. Вакал лаузаи, говорит Ибн Кудама, но сказал Аль-Аузаи, Абнур-Рахман ибн Амар, в этом случае человек не совершает никакие искупительные действия. Потому что в данном случае ему разрешено убить это животное. И это подобно чему рыболовству в море. Рыболовство в море во время храма разрешено или нет? Разрешено тем же аятам суры Аль-Маида. Так или нет? Но запрещено охотиться на суши именно тому, кто в храме. Мнение Аузаи является более близким в этом вопросе. То есть то, что человек в этом случае искупительные действия не совершает. Потому что опять-таки в данном случае он должен убить это животное. То есть для того, чтобы не умереть с голода. А что касается того, за какое животное обязательно совершать искупительные действия, то это только такое животное, которое запрещено убивать. И на это указывает аят. Вот это понятно или нет? Значит он не убил животное, которое ему было запрещено и не совершил ничего противоречившего шариату. Наоборот, подчинился словам Всевышнего. Не бросайте себя своими собственными руками в опасность. Соответственно он сделал действие, подчиняясь Всевышнему Аллаху. И понятное дело, что никаких искупительных действий он совершать не должен. Далее, следующий вопрос. В данном случае он должен убить это животное. То есть для того, чтобы не умереть с голода. А что касается того, за какое животное обязательно совершать искупительные действия, то это только такое. Это такое животное, которое запрещено убивать. И на это указывает аят. Вот это понятно или нет? Значит он не убил животное, которое ему было запрещено и не совершил ничего противоречившего шариату. Наоборот, подчинился словам Всевышнего. Не бросайте себя своими собственными руками в опасность. Соответственно он сделал действие, подчиняясь Всевышнему Аллаху. И понятное дело, что никаких искупительных действий он совершать не должен. Далее, следующий вопрос. Соответственно, он сделал действие, подчиняет Всевышнему Аллаху, и, понятное дело, что никаких искупительных действий он совершать не должен. Далее, следующий вопрос.